А зимними-то вечерами овечью шорстку пряли мамы, вязали девочки носки бойцам, чтоб не было тоски. На лавке все сидели тесно и задушевно пели песни. Когда началась война, Юлии Павловне Шалитовой было 10 лет. Наравне со взрослыми она работала в поле, шила бойцам кесеты. Один из них до сих пор хранится в ее семье. Горожане знают Юлию Павловну как замечательного учителя и поэта. Она и другие дети войны постоянно встречаются с молодежью и школьниками, рассказывают о пережитом. Судьбы каждого из них – история потерь, лишений и борьбы с трудностями. Современным детям важно знать и помнить подвиг людей того времени. Дети очень благодарные слушатели. Они очень хорошо воспринимают. Кажется, что их ничего не интересует просто так, когда с ними встречаешься. Внимательно слушают, задают много вопросов, плачут. Семь лет организация пытается добиться принятия закона об официальном признании статуса ребенок войны, который даст возможность пожилым людям получать дополнительные льготы. В 50 регионах России такой закон уже действует. В свое время тогда не признали детей войны потерпевшими, как признают всех по уголовному кодексу потерпевшими от фашистской этой напасти. Если бы были признаны, то Германия платила бы репарации всем детям войны пожизненно. И не бедствовали бы так у нас дети войны. Историю Саровских детей войны скрупулезно собирает председатель организации Надежда Викторовна Почтарюк. Под ее редакторством уже вышло три книги воспоминаний. И к печати готовится четвертая, посвященная скорбной дате 80-летия с начала Великой Отечественной войны. Все меньше остается живых свидетелей тех лет, поэтому так важно сохранить их рассказы для будущих поколений. Субтитры создавал DimaTorzok